привет друзья с вами снова кирилл куницкий и в этом выпуске бизнес инструментов я поговорю с вами о том как описывать бизнес-процессы многие собственники сталкиваются с ситуацией что сотрудники не могут договориться они как дети топчутся друг другу по ногам ругаются и когда нужно решить какую-то проблему начинают переводить друг на друга стрелки это должен делать он это должен делать он это приводит к бесчисленному количеству проблем бизнес то есть количество энергии которая съедается на такие внутренние трения она просто огромна и эту энергию мы могли бы тратить на работу над улучшением нашего продукта улучшаем нашего сервера изучением рынка что угодно что необходимо на развитие нашего бизнеса а мы тратим ее на внутреннее теке назовём их трение И для того, чтобы решить эту проблему, необходимо описывать бизнес-процессы. Фактически, бизнес-процессы – это инструкции, регламентирующие договоренности между различными сотрудниками. Я уже не раз говорил о бизнес-процессах. Мы много о них говорим на наших учебных программах, на собственнике бизнеса, где мы прорабатываем бизнес-процессы под свои компании, собственники прорабатывают бизнес-процессы под свои компании. Сейчас я объясню вам логику того, как описывается простой бизнес-процесс. Та модель, которую мы используем для описания бизнес-процессов – это упрощенная модель BPMN. Это один из языков описания бизнес-процессов, так называемых нотаций для описания бизнес-процессов. И мы его используем, поскольку он наиболее нагляден, и его удобно доносить сотрудникам без дополнительной предварительной подготовки. Потому что было бы странно, если бы, ну точнее, было бы очень неудобно, если бы для того, чтобы сотрудник мог прочитать инструкцию, потому что это не более, чем инструкция, ему пришлось читать инструкцию по чтению инструкции. Для этого это не очень удобно, делать очень сложный язык описания бизнес-процессов. Поэтому мы используем простой язык, простую нотацию, называется BPMN. Мы ее еще упростили, мы выкинули из нее все лишние символы, специализированные значки, которые могут помешать вашим сотрудникам быстро в ней разобраться. Итак, что мы используем при описании бизнес-процессов? Как мы осуществляем описание? Мы создаем дорожки. Дорожки – это зона ответственности каждого сотрудника. Вверху у нас название процесса, например, прием заказа клиента или обработка заказа клиента. Здесь зона ответственности. Таких дорожек у нас может быть столько, сколько нужно. 5, 6, 7, 2, 3. И самое главное, что надо понимать, что бизнес-процесс – это не более, чем инструкция, регламентирующая взаимодействие между несколькими сотрудниками. Соответственно, на старте мы описываем некое входное событие, например, заказ получен. И после этого начинается цепочка действий по реализации данного процесса. Для того, чтобы процесс получилось описать максимально эффективно, и чтобы сотрудники с удовольствием выполняли данный процесс, чтобы они хотели по нему работать, ему следовать, очень важно описывать бизнес-процесс вместе с сотрудниками. То есть вы собираете в одну комнату всех участников процесса и говорите, ребята, наша задача сейчас договориться о том, как мы будем работать в рамках обработки заказа или любого другого процесса, который мы обсуждаем, договориться, формализовать на бумаге, подтвердить, что да, мы согласны с этим, мы будем так работать, и дальше следовать этим правилам. И мы считываем с самих сотрудников данный бизнес-процесс. То есть мы говорим, окей, с чего процесс начинается? Входное действие. Пошли дальше. Какая первая задача? Кто, допустим, первый сотрудник принял заказ? Что он делает? Сносит заказ в 1С, регистрирует его, интервьюирует клиента, считывает с него потребность? Дальше, что он делает дальше? Готовит ли он какой-то документ, передает он его дальше? Что делает второй сотрудник? Возможно, что он возвращает дальше? Или эта информация пойдет уже дальше другим сотрудникам? То есть описываем таким образом все шаги, которые происходят в данном процессе. Могут быть, по ходу, еще развилки, когда один процесс раздваивается на две ветки в зависимости от различных условий. Например, новый клиент, старый клиент. И так до финиша. Таким образом, мы один раз описали данный процесс. В процессе, в момент описания уже самого бизнес-процесса, когда вы сидите вместе с сотрудниками и описываете этот процесс, вы столкнетесь с нахождением точек неэффективности. Это моменты, когда вы, описывая вот эту последовательность, доходите до точки, где сотрудники говорят, так, а здесь мы не знаем, подожди, а здесь вот как раз мы конфликтуем. Отлично, для этого вы это и описываете, чтобы найти эти точки. Поговорили, обсудили, приняли решение, как быть. Описали и прописали оставшийся процесс. Получили весь процесс на бумаге, показали сотрудникам, сотрудники сказали, ок, отлично, будем выполнять. Супер, если он им нравится, если он вам нравится, если там нету никаких неэффективностей, погрешностей, дайте им его в тестовую итерацию, дайте им его попробовать. Определите период, на протяжении которого они работают в новом процессе. Очень желательно, чтобы в компании был закреплен ответственный человек, который будет участвовать в процессе интеграции новых процессов. То есть, вместе с сотрудниками какое-то время следить за тем, как они следуют данному процессу, где происходит погрешность. Такой себе системный интегратор внутренний. Это может быть, например, некий ваш заместитель, ассистент руководителя, помощник или лично вы. Может быть, операционный директор компании. В зависимости от структуры. Но это должен быть очень скрупулезный такой человек с сильной административной составляющей. Таким образом, вы смотрите, как сотрудники работают в рамках данного процесса. Если что-то не нравится, вы корректируете. То есть, в момент, когда снова начинают наступать друг другу на ноги, снова корректируете. И таким образом, шаг за шагом, вы повышаете эффективность вашего бизнеса. То есть, постепенно начинаете обрастать бизнес-процессами. Не нужно бюрократизировать там, где это излишне. Поэтому всегда вводите бизнес-процессы только там, где действительно есть процесс сложного взаимодействия. И это реально актуально, реально нужно. И дальше вы эти бизнес-процессы можете даже повесить себе на стену. И в момент, когда кто-то приходит к вам и говорит, меня опять подвели, меня подставили, этот коллега не выполняет этих задач, подведите его к стене, посмотрите на бизнес-процесс, скажите так, на каком этапе пошел сбой? Давай отсудим. И постоянно возвращайте внимание людей к бизнес-процессам. Приучайте людей жить по бизнес-процессам. Бизнес-процессы можно также автоматизировать. То есть, есть специализированные системы для автоматизации. В принципе, во многих системах task-менеджмента есть инструментарий по автоматизации бизнес-процессов. Но это уже другая история, они сейчас говорить не будут. Это общий смысл, который вы должны понять, что бизнес-процессы нужны, их нужно описывать, и их нужно описывать вместе с сотрудниками, давая им эти процессы в тестовую итерацию, наблюдая за тем, как у них происходит процесс внедрения, и корректируя их до тех пор, пока сотрудники не скажут, круто, все идет как по маслу. В этом суть внедрения бизнес-процессов. Ставьте лайк, если вам понравился данный выпуск бизнес-инструментов. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на страницу в Фейсбуке, делитесь данным видео, и увидимся в следующем выпуске бизнес-инструментов. С вами был Кирилл Куницкий. Пока!